Сегодня звучат стихи, я тоже хочу начать со стихотворения, которому детстве научил отец. Это было мое первое стихотворение, и вот как бы дал определенную перспективу на будущую жизнь. Стихотворение неизвестного автора называется «Два кувшина». Звучит так примерно. Размял гончар в ладонях глину, Отмерил ровно половину, И, поработав от души, Красивый вылепил кувшин. И через несколько часов другой такой же был готов. Затем сказал, извольте, братцы, Вот в этой печке обжигаться. Один кувшин шикнул в огонь, За печкой спрятался другой, А после срока в тихомолку Полез с приятелем на полку. Когда же налили их водой, То дело кончилось бедой. Тот кувшин, что был в печи, Стоит спокойно и молчит. А тот хитрец через часок Заныл, потек, обмяк в комок. И вывод в этом стихотворении следующий. Надежным будет только тот, Кто в жизни сквозь огонь пройдет. Аминь. Благодарю вас. Мы прочитаем текст из послания апостола Иакова. Послание Иакова, 1 глава, 2, 3, 4 стихи, И потом 12 стих. Итак, апостол пишет, С великой радостью принимайте, братья мои, Когда впадаете в различные искушения, Зная, что испытание Вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь Совершенное действие, Чтобы вы были совершены во всей полноте, Без всякого недостатка. С великой радостью принимайте, братья мои, Когда впадаете в различные искушения. Можно суммировать, И да, еще хотел бы прочитать 12 стих. Блажен человек, который переносит искушения, Потому что, быв испытан, Он получит венец жизни, Которую обещал Господь любящим его. Кратко суммировать, Вот этот прочитанный отрывок Из послания Иакова Можно следующим образом. Стойкость в испытаниях, Это путь к христианской зрелости. И можно развернуть по-другому, Что путь возрастания, Путь достижения совершенства, Он пролегает через испытания И жизненные трудности. Одно из ключевых слов В этом отрывке, Это греческое слово «пирась мой» И как его переводить. Вот в синодальном переводе, Который мы привыкли, Который мы читаем, Как правило, и в церквях, и дома. Слово «пирась мой» переведено Как «искушение я». Что это означает? Это могут быть Самые различные переживания, Могут быть стесненные обстоятельства, Страдания. Все то, что способно Негнотивно влиять На наши взаимоотношения с Богом, На взаимоотношения христианина с Богом. Все, что может выбить нас из колеи. Однако, все же в данном контексте, Вот если рассматривать и послание Иакова, И вот даже вот эту первую главу, Все равно гораздо, может быть, Или лучше и точнее было переводить Это слово как испытание. Можно и так, и так. Это слово допускает различные переводы. И все же лучше было бы переводить его Как испытание. И если мы посмотрим на другие переводы, Например, английский перевод New American Standard Bible, Он переводит это слово как trials. Знаете, trial это проверка, Это испытание, проверка. И один из современных переводов, Русский перевод российского библейского общества, Не так давно он был напечатан. Я вижу уже, он довольно-таки распространяется. И вообще, когда я говорю, Никаким в случае не умаляя, Вот привычный нам синодальный перевод, Иногда даже просто полезно читать Библию В разных переводах. Иногда мы вот привыкаем к некоторым текстам, Да, друзья, и вот так вот как бы уже, Может быть, даже проскакиваем, Ну, мы же знаем, что там дальше будет. Когда вы читаете новый перевод, Вы по-новому, как бы, открываете для себя Определенные фразы, определенные слова, Даже определенные отрывки писания Звучат по-новому, потому что это полезно. И вот современный перевод, Он говорит следующим образом. Братья мои, когда на вашу долю Выпадают различные испытания, Считайте это великой радостью. То есть слово «перас мой» переведено как «испытание». И следует отметить, что вот такой взгляд, Сходный взгляд со взглядом Иакова, Что испытание – это путь к совершенству, Путь к возрастанию. Он был свойственным другим апостолам. Это был взгляд ранней церкви. И вы знаете, что ранняя церковь Проходила через самые различные переживания. Может быть, иногда жуткие переживания. Вспомните, вот, Колизей, римский Колизей, В котором христиан, вот, собиралась Огромная-огромная толпа римлян, да, И как развлечение для них была казнь христиан, Когда выпускали на христиан диких животных. Ну, и помимо даже вот таких самых страшных, Очень-очень трудное время было. Становление церкви проходило в очень непростых условиях. И в Иерусалиме были свои трудности, И в Риме свои трудности, И между этими другими городами Были еще свои трудности, Свои переживания, Жизненно стесненные обстоятельства. Например, апостол Павел пишет следующим образом, Что мы хвалимся и скорбями. Та же идея. Яков говорит, что о радости. Павел пишет, что мы хвалимся и скорбями, Зная, что от скорби происходит терпение, От терпения опытность, От опытности надежда. А надежда не постыжает, Потому что любовь Божия Излилась сердца нашим Духом Святым, данным нам. Видите, вот такая даже цепочка происходит, Возрастание, терпение, опытность, надежда. Апостол Петр пишет следующим образом, 1 Петра, 1 глава, 6-7 стих. О всем радуйтесь. Видите, опять эта же тема, радость. Поскорбев теперь немного, Если нужно, от различных искушений. Дабы испытанная вера ваша Оказалась драгоценнее гибнущего, Хотя огнем испытываемого золото. К похвале и чести и славе В явлении Иисуса Христа. Испытанная вера окажется В драгоценнее гибнущего золота. Какие отрывки можем извлечь, Вернее, какие уроки мы можем извлечь Из этого отрывка? Стойкость в испытании – это путь зрелости. Во-первых, испытания закаляют И укрепляют нашу веру. В испытаниях выявляется Наше упование. В испытании проверяется И открывается для нас самих, Насколько мы доверяем Богу. Наше упование, Наше доверие Богу, Они гораздо лучше видны, Во-первых, для нас самих, Когда мы находимся под определенным давлением, В определенных стесненных обстоятельствах. Знаете, когда в жизни все хорошо, То люди склонны приписывать все себе. Я такой успешный, Потому что я принял правильное решение. Или потому что я потрудился, Я в свое время учился, Получал образование, Теперь у меня есть определенная степень, Теперь у меня есть хорошая работа, А теперь я добился этого. Есть наша человеческая тенденция, Приписать все заслуги себе. Один проповедник Очень такую простую историю, Вернее аналогию привел. Говорит, Попробуйте человеку всего поднять температуру На 3-4 градуса. И что происходит с его способностями. Человек уже даже не сидит, Трудно даже сидеть. Иногда трудно держать голову прямо взрослому человеку. Человек лежит, И уже ему ничего не надо. И куда деваются его способности. На самом деле, Всеми нашими способностями, Всем нашим заслугам, Всем нашим талантам, Мы не создали сами себя. Эти способности были дарованы нам Богом, Они были заложены в Ним. Действительно, мы участвуем в этом. Но нашу судьбу в конечном счете определяет Господь. По Его воле мы появились в этот мир, И по Его воле мы будем уходить из этого мира. Он дает нам определенное время для принятия решений. И способности принимать эти же решения, Способности выполнять любые действия, Физические, умственные. И в том числе способность любить, Способность устанавливать отношения с Богом. Они дарованы нам, Создателем. Все от Него, им и к Нему. Ему мы обязаны всем нашим успехам, Всем нашим достижениям. И в испытаниях, в трудностях, как раз и проверяется, Насколько действительно этот принцип работает, Насколько мы его понимаем, И насколько мы доверяем Богу в нашей жизни. Во-вторых, один из этих уроков, на самом деле, много, Я приведу только несколько. Испытание предоставляет нам возможность Для формирования нашего характера. Формируется характер, да, вот, как из глины, Нечто в руках умелого художника, скульптора. Точно так же наш характер формируется Вот в таких жизненных переживаниях, в испытаниях. Некто сказал, что в своем падшем состоянии, Вот в таком греховном состоянии, да, человеку не нужен курорт Для того, чтобы расти, для того, чтобы изменяться В лучшую сторону, человеку нужен тренажерный зал. Если кто-то из вас бывал в тренажерных залах, Вы знаете, вот, что там происходит, да, Там люди часто стонут, да, Потому что, вот, скажем, выжимают там, Вот, какую-то тяжелую штангу, да, И такие душераздирающие вопли там раздаются. Кто бывал тут, сколько я бывал, да, И какие последствия, вот, особенно, когда у вас, скажем, Был перерыв или вы с непривычки, Вот пошли действительно по физические нагрузки определенные, Пережили, перенесли, что, какие у вас ощущения на следующий день, друзья, что? Все болит, да, или просто даже иногда поработали, Вот какие-то мышцы напрягли, там, скажем, носили, там, на третий этаж, Там, в ящике с яблоками, не знаю, вот, у вас все болит, да? Да, но эта боль не просто, вот, болит, да, вот, человек не просто больной. Интересно, что происходит с мышцами в этот момент? Когда мышцы болят, это означает, что они растут. Происходит рост мышечной массы, да, вот, происходит вот такой процесс. Поэтому эта боль ведет не... Ну, конечно, если человек совсем уже, там, ну, какую-то ошибку сделал, что-то неправильно, Тогда может, конечно, привести к болезни. Но очень часто это такая здоровая, как бы, боль, в том смысле, Что благодаря ней как раз и мышцы человека развиваются и растут. Это некая аналогия, как в жизненных переживаниях, Только уже, если мы посмотрим на духовно-моральную сторону человека. Наше возрастание, вот, действительно, человек, когда находится на... В таких... В ситуации полного комфорта, он расслабляется, ему никто, ничего не нужно, да? Вспомните-ка, вот, когда он совсем хорошо, вот, и когда человеку... Когда человек испытывает трудности, он тогда... Ну, он... Ему тогда проще, ему тогда более актуально становится переживать, Сопереживать за других людей. Он тогда разворачивается лицом к людям. Он понимает, что, через что проходят другие люди. И вместо вот такого черства человек становится более мягким, более отзывчивым, Более терпеливым. Можно перечислять добродетели, которые могут развиваться. Вот так вот, к сожалению, устроены мы, вот, в нашем таком греховном состоянии, Что в хороших условиях человек очень часто не развивается. Если вы посмотрите обратно, вот, окинете взглядом в свою прошлую жизнь, Вы увидите, что именно часто вот в таких трудностях, переживаниях, Как раз формировался, закалялся, воспитывался ваш характер. Ну, и испытание также открывает нам наши недостатки. Опять же, когда нам все хорошо, нам кажется, что, ну да, все хорошо, И мы сами хороши. И иногда только под давлением, да, когда вот на нас дают под прессом, То, что у нас внутри, то, что мы часто скрываем, У нас есть сила, у нас есть, как бы, возможности скрывать, Очень часто вот наше нутро, да, наше естество человеческое. И когда на нас происходит какое-то вот давление, да, Или стресс какой-то, вот под стрессом очень часто выходит то, Что мы скрываем от других, оно вырывается наружу. Опять же, никто сравнивал страдания, вот, как бы, с иглой, Или с копьем, которое пробивает, вот, скажем, какие-то кожаные мехи С определенной жидкостью. Вот страдания, они вот каким-то образом пробивают нас, да. Что вытекает из нас? Что слышат, что видят другие люди? Когда нам плохо? Когда нас, скажем, там, унизили, Или на мозоль, образно говоря, наш наступили. Что видят, слышат другие люди? И сами мы в этих ситуациях начинаем понимать, Что нам еще очень далеко до совершенства. И благодаря вот таким открытиям мы действительно, Мы можем приближаться к Богу. Мы понимаем свою зависимость от Него. Мы просим у Бога помощи. Мы видим свои недостатки, лучше, чем в спокойной, Когда течет жизнь мирно, да, вот, подобно реке. Но именно когда происходят вот эти бурные волны, Мы гораздо лучше понимаем себя, Мы гораздо лучше видим и понимаем Бога. Вы знаете, что часто сравнивают с жизненное переживание, Трудности, испытания сравнивают с несением креста. Люди говорят, вот такой тяжелый крест мне выпал. На мою долю выпал вот такой вот крест. Вот такой образ, он и в поэзии фигурит. Поскольку сегодня звучат стихи, Я тоже прочитаю еще один стих, Написанный не Владимиром Зыбкиным, Написанный Светланой Копыловой, Кстати, опять же, православной, Такая тоже исполнитель авторских песен. Стихотворение называется, И это даже у него есть как бы песня своего рода, Притча, называется «Хитрец». Звучит таким образом. «По дороге шла толпа людей, Каждый нес по тяжкому кресту, Двигались они немало дней, Отмеряя за верстой версту. Был среди этих путников хитрец, Незаметно к лесу он свернул И спилил там у креста конец, Чтобы крест не так плечо тянул. И довольный путников догнал С легкой ношей весело идти, Только об одном хитрец не знал, Что ущелье было впереди. И кресты над пропастью легли, Прямо от начала до конца По крестам они перебрались, Все, за исключением хитреца. Крест его теперь был слишком мал, Выбрал жребий и сам себе хитрец. Свой же крест никто ему не дал, Ведь спасти чужой не может крест. И заканчивается таким, опять же, Четырьми строчками. «В жизни крест у каждого есть свой, Не спеши свернуть в манящий лес, Знает Бог, Несешь ты для чего этот тяжкий, Кажущимся крест?» Иаков заканчивает следующей фразой. «Счастлив человек, Блажен человек, который стойко Переносит испытания, Потому что он, выдержав их, Получит венок жизни, Получит жизненный венец». Мать Тереза, знаете, возможно, Опять же уже католическая подвижница, Много занималась благотворительность, Очень почитается католической церкви, Ну, во всем мире почитаем. Она сказала, что с перспективы вечности, Когда мы будем смотреть на свою жизнь, Все наши переживания будут казаться нам, Как всего одна ночь в неудобной гостинице. Кто-то из вас, может, бывал в гостинице, Где что-то было не так, Что жестко, может быть, Шум какой-то был, Или запахи какие-то были, Вот такая испорченная, То есть утром усталый, не отдохнувший. Но это всего одна ночь, Давай мы возвращаемся домой. Рано или поздно мы вернемся домой. Пусть Бог благословит и послит нам стойкость В любых жизненных переживаниях, Которые Он считает нужным допустить в нашей жизни. Аминь. Помолимся, друзья, да? Давайте помолимся и обратимся к Богу И с благодарностью, и с просьбой. Господь, мы благодарим Тебя, Что Ты оставляешь нам наставление На случаи жизни, На все случаи жизни, Когда нам хорошо и когда нам плохо, Господь. И действительно, У нас нередки трудности, Нам нередко выпадают на долю переживаний, Мы действительно несем Какой-то крест, Господь. Но Ты это допускаешь для нашего же блага, Для того, чтобы мы по-другому посмотрели на свою жизнь, Увидели себя, Свои недостатки, Своё истинное состояние, Свою нужду И в покаянии, И в очищении, Господь, В освящении. Свою нужду в Тебе, В нашем спасителе, В нашем творце, Господь, Который приготовил для нас Эту вечность. И с точки зрения вечности, Действительно, Это все будет казаться Одним, Каким-то неудачным, Неудобным днем, Господь. Но выдерживать испытания Мы действительно получаем Венец жизни от Тебя, Господь. Помоги нам доверять Тебе нашей жизни И в трудности, Господь, Сохранять упование, Быть примером для других, Вдохновлять мужество, Вдохновлять силы других людей, Господь. Благодарим за церковь эту, Которая несет свет В этом городе, В этом месте, За всех, кто здесь служит, Трудится, Господь. Мы благодарим. Мы радуемся в Тебе, Господь, И доверяем Тебе нашей жизни. Аминь.